Лучшему учителю Самарской области всего 27 лет. Преподаватель истории с пятилетним стажем стал победителем регионального конкурса, обойдя более 500 конкурентов, и получил награду от губернатора и ключи от нового автомобиля. Также на сцене филармонии глава региона впервые вручил и новые премии. Педагоги, которые подготовили победители всероссийских олимпиад, будут ежемесячно и в течение трех лет получать надбавку к зарплате 30 тысяч рублей. Обо всем подробнее в нашем материале. Поздравление, цветы и спасибо на разные голоса. Награда, которая дорогого стоит. В зале почти тысячи учителей, участники, лауреаты и победители разных лет. Конкурс с 20-летней историей молодеет. По поддержке тех, кто в самой главной профессии делает только первые шаги, говорит губернатор. Для них предусмотрены доплаты по 5 тысяч ежемесячно, льготные условия по ипотеке и подъемные. Впервые на сцене филармонии вручают новую премию, учрежденную по инициативе главы региона. Учителя, которые подготовили победителей и призеров всероссийских олимпиад, будут ежемесячно получать солидную надбавку до 30 тысяч рублей, а международных до 70. И так три года. Дальше будет это количество увеличиваться. И есть уже предварительные расчеты. Ко мне приходили, показывали. Есть учитель, который будет получать 88 тысяч в месяц надбавки. Он пока один такой, один. Но 30-тысячники, 50-тысячники, 20-тысячники и так далее, и так далее, тут ниже. Их много. Также губернатор поздравил со сцены лауреатов всероссийского конкурса «Педагогический дебют». На звание учителя года в этот раз претендовали более 500 человек. До областного этапа добрались только 19. Учительница географии из села Кротовка в этом году профессиональный юбилей. 25 лет в школе. За это время и сама многому научилась. Быть рядом с ребенком не над ним, а вот именно рядом с ним жить его проблемами, жить его переживаниями и стараться донести до него то, что знаешь сам, и чтобы он шагнул дальше тебя. Главная интрига церемонии – имя победителя. Как в Голливуде. Школа номер 121, город Самара. Кирюшкин Владимир Михайлович. Единственный мужчина из пяти финалистов и самый молодой среди всех участников получает главную награду и ключи от новой «Лады Калины». Впечатление прям просто фонтан, потому что не ожидал и не думал об этом. И когда мы объявили, то это стало большой неожиданностью. Попытался, и, наверное, это получилось, полностью сконцентрироваться и полностью выложиться. Теперь Владимиру Кильдюшкину придется самому сесть за парту в автошколе. Водительского удостоверения у молодого учителя пока нет. Но этим он займется позже. Впереди подготовка к всероссийскому этапу конкурса. Татьяна Потоцкая, Вячеслав Потоцкий. Новости губерния.